В эфире студия Репортер. Меня зовут Татьяна Блайда. Здравствуйте. Новый 142-й театральный сезон уже стартовал в Русском театре. О том, какие сюрпризы ждать зрителю, сегодня узнаем из первых уст. Мы пригласили в студию Елену Шрамко, это директор Русского театра и режиссера-постановщика Георгия Ковтуна. Здравствуйте, господа. Елена, в первую очередь поздравляем вас с назначением. Я хочу напомнить зрителю, что новый театральный сезон Русский театр начал с новым директором. Расскажите нам, пожалуйста, какое первое распоряжение на должности вы сделали? Честно говоря, не помню. Потому что сразу пришлось давать очень много распоряжений, и на первое, второе, третье я их не считала. Я знаю, что первое распоряжение, одно из первых распоряжений, это было закончить ремонт в актерском фойе, в гримерках и так далее. И, скорее всего, это была хозяйственная часть, потому что все это происходило в тот момент, когда актеры были в отпуске. Актеры и, в общем-то, весь творческий состав был в отпуске. А мне пришлось заниматься хозяйственной деятельностью. Поэтому первый приказ, скорее всего, был связан именно с деятельностью хозяйственной. А вот следующие уже приказы, конечно, были связаны и с художественной, творческой деятельностью. И один из приказов, это был после наших переговоров с Георгием Анатольевичем, это был приказ о капитальном восстановлении нашего самого замечательного спектакля, нашего репертуара. На сегодняшний момент, я думаю, что один из самых замечательных в будущем спектакль «Вий». Кстати, спектакль «Вий» шел 12 лет на сцене, его видели зрителей, и я знаю, что с большим успехом. Для чего нужно было что-то менять? Вот режиссер у нас в студии, Георгий, вопрос к вам. Если спектакль встречают на ура, для чего делать изменения? Дело в том, что время не стоит на месте. Понимаете, раньше у вас стояли здесь огромные большие камеры, сейчас стоят более современные камеры. Все течет, все меняется. Потому что, да, если раньше звучала, была фонограмма, там, музыка Вермон или Йоники, сейчас звучит, бог знает, что там, кофе и все остальное. Мир не стоит на месте, понимаете, что. И тот период времени, который был до сегодняшнего дня, да, он устраивал и публику, устраивал режиссуру, устраивал дирекцию театра, устраивал, видимо, театр. Но, вы знаете, всегда хочется сделать намного лучше. Хочется сделать так, чтобы публике еще больше нравилось и чтобы публика шла в театр. На сегодняшний день, как бы, есть проблема большая с театрами в городе Одесса, это я могу вам сказать, как режиссера, работающих во всех театрах. Это проблема первая, в деньгах. — Подтверждаете, Лена, да, как руководитель? — Пока, да, надеюсь. — Понимаете, я избавленный человек, который работает везде по всему миру. Вот, я понимаю, знаешь, что такое театр. И когда я приезжаю в свой родной город, в котором я вырос, родился и поставил очень много спектаклей, я понимаю, что я бы мог сделать еще лучше, еще больше. Но вот эта проблема, что на сегодняшний день как бы не очень, министерство культуры даже, и город не очень обращается к искусству. И это очень грустно, но... — Сколько стоит постановка? — Вы знаете, если я могу сказать, на сегодняшний день я поставил, есть спектакль, который стоит 2-3 миллиона долларов, понимаете. Вот, на сегодняшний день в Одессе, если в 10 тысяч, 15 тысяч долларов ставится спектакль, то это, в общем-то, нормально. Это неправильно, потому что, понимаете, что это театр. Театр не может себя купить в любом случае, поэтому театр должен быть дотацией. — Лена, есть источники, которые вы, возможно, разрабатываете? — Использовать ваш эфир для того, чтобы эти источники открыть для нас и обратиться к людям, которым действительно искусство в Одессе не безинтересно, и которые могут оказать какую-то определенного рода спонсорскую помощь, меценатскую помощь. Это тоже две большие разницы, между прочим. Я бы хотела, чтобы они все-таки где-то как-то пришли к нам на помощь, потому что в наших планах даже вот с Георгием Анатольевичем есть замечательные проекты. Театр, как уже сказано, было дотационное, к сожалению, предприятие, но оно, к сожалению, почему? Чем больше вложил, тем больше из этого обычно получается. А если ничего не вложить, то, ну, да, на каких-то крохах. Хотя я хочу сказать, по итогам сентября, после того, как мы тут рекламировали открытие сезона и начало октября, мы вышли на более высокий уровень по посещаемости зрителей. Не знаю, с чем это связано. Очень надеюсь с тем, что наш театр действительно любим. И действительно наши зрители ходят. И действительно мы даже те же продукты, которые мы на сегодняшний момент восстанавливаем, мы восстанавливаем на другом качестве. Почему речь идет о восстановлении? Хочу добавить, почему я, например, вышла с этим предложением. И более того, мы еще несколько спектаклей восстановили. Да, время идет, да, времени дорогу. Сегодняшний день диктует свои условия. Но есть замечательные совершенно пьесы, есть замечательные совершенно спектакли, которые, чуть-чуть поставив акцент в другое место, он звучит по-новому, по-современному. И это подтверждается тем, что очень много молодежи пришло в театр. Игорь Анатольевич, у вас, как у маэстро, как у режиссера, хочется спросить, что же будет новым? Что останется традиционным в спектакле «Ви», в частности, о котором мы начали говорить? И что вы привнесли? Традиционно останется сюжет. Это естественно, потому что... От него никуда не уйдешь, да. От него никуда не уйдешь, да. Но, я вот действительно повторяю слова и говорю, что в театр пришло очень много молодежи. Потрясающие молодежи. Если мы раньше принимали, брали людей с улицы, которые, знаете, ну, не хватало, нужно бы массовки как-то заполнить, брали менее профессиональных людей. Сегодня пришла молодежь мощная, сильная, красивая, талантливая. С чем вы это связываете? Ну, поверь, потому что они все из Одессы. Раз. Потому что Одесса дает столько таланта в этом миру, вообще земному шарику, что просто вы сколько бы они не уезжали, не уходили отсюда, все равно они рождаются новые. Поэтому очень... Я впервые его увидел. Ну, просто я даже не знал этих артистов. Я когда приехал, его увидел. Эту молодежь, которая пришла сейчас в театр. Это будущее такой театральной Одессы. Это фантастика. Это будущее. Крупники, Сатосовы. Это люди, которые принесут славу Одессе, понимаете? И, естественно, когда есть такой потенциал, когда есть такие возможности, ну, как не воспользоваться этим? Вот. Поэтому я с большим удовольствием работал сейчас. Да, это было трудно, да, у них синяки, да, у них крепатура, да, у них болеет. Но я видел эти счастливые лица, я видел счастливые глаза. И настолько, знаете, приятно и радостно. Спектакль прожил там 12 лет, я думаю, что он еще проживет много-много лет. У меня здесь написано, что режиссер корректирует массовые трюковые сцены, вносит в спектакль неожиданные интересные дополнения. Корректируете и вносите неожиданные дополнения. Конечно, нет. Во-первых, вы поймите, то, что я смотрел там 12 лет тому назад, и сейчас время меняется. И, понимаете, спектакль должен быть с иллюзиями на сегодняшний день. Я думаю, что я попытался привнести немножко какие-то истории через Ви и Гоголя, то, что происходит сегодня у нас в стране. На сцене Русского театра также вновь поставят спектакль «Закат» по пьесе Саака Бабеля. Почему решили обратиться к этой пьесе? 90 лет назад впервые Русский театр увидел ее. Не просто увидел, он 90 лет назад ее услышал. В исполнении Саака Бабеля, который его прочитал именно в репзале Русского театра. И писалась она, я так подозреваю, Бабелем. Я с ним не разговаривала, но очень хочется надеяться, что именно для Одесского Русского театра. Опять-таки, это была визитная карточка Одесского Русского театра 30 лет назад, когда спектакль был поставлен. Есть интервью, которое мы, естественно, потом будем задействовать в нашей акции по продвижению спектакля. Интервью 22-летней давности, когда корифеи Одесского Русского театра, прощаясь с этим спектаклем по ряду обстоятельств, плакали. Это и царство небесное покойное Лиза Филипповна Полякова, исполняющая роль Нехамы. Это Евгений Александрович Котов, исполняющий роль Бенцхарии. Это всеми горячо любимая, тоже, к сожалению, от нас ушедшая Наталья Константиновна Дубровская. Есть замечательное интервью Олега Львовича, школьника, слава богу, ныне живущего, и дай бог ему жить, жить и жить, потому что мы запускаем этот новый проект «Заката», и, конечно же, Олег Львович будет играть роль Менделя. И, в общем-то, он был двигателем всей этой истории, он заставил меня все-таки к ней вернуться. Но так как я была вторым режиссером на этом спектакле, я знаю, что делал Стрижов, и я помню, как господин Журбин на нашем рояле, не очень строящем на тот период времени, играл первый раз «Бендюжник и король», тоже, в общем-то, он связывал большие надежды с этим спектаклем. Сейчас мы выходим на переговоры и с Журбиным, со Стрижовым я уже говорила, Стрижов дал свое благословение на это восстановление. Но это, опять-таки, не будет восстановления той копии. Более того... Это звучит по-новому, да? Совершенно по-новому. Совершенно, кардинально по-новому. Кардинально по-новому. Но Бабель остается Бабелем. И Бабель для Одессы — это знаковая фигура. Когда мне задали вопрос, а будете ли вы ставить классику, я была страшно удивлена из-за журналистов услышать подобные вещи. Бабель — это и есть классика. Более того, это классика Одессы. И никуда мы не денемся, а закат, о закате золотого века Одессы — это как... Ну, просто совершенно сегодня необходимо. Вот сегодня пришел тот момент, когда закат просто необходим для нашего театра. Я даже помню те времена, когда мы делали премьеру. Первая премьера была в Вильнюсе. И насколько зрители Вильнюса спрашивали лишний билетик на входе в театр. Это было не в театре, это было в Доме офицеров, неважно. Нес не было. То есть такой интерес на всем пространстве к Одесскому русскому театру, привезшему закат. Я думаю, что мы в данном случае абсолютно правы, что это не восстановление. Это постановка нового спектакля, но на основе старого. Я подчеркиваю, это на основе, потому что никуда мы не денем сценографию Дмитского. Она будет изменена, дополнена и так далее, но она гениальна. Я знаю, что в русском театре велись переговоры по поводу гастролей в Киеве с Вием. Как прошли переговоры? Поедет ли труппа показывать киевлянам Ви, Георгий? Ну, естественно, поедет. Естественно, поедет. Дело в том, что какие-то пришли новые веяния в театр, дай бог, чтобы они и продолжались. Потому что труппы, ну, допустим, я везде и всюду работаю, и знаю, что труппы не могут сидеть в одном театре. Труппе нужно гастролировать, артистам надо обмениваться. Давно не было гастролей, да? Очень давно. Очень давно. Просто давно, да. Были небольшие выезды с какими-то небольшими спектаклями, но такого мощного выезда практически со всей труппой. И, в общем-то, в основном мы с Георгием договаривались о том, чтобы труппа театра была задействована в этом спектакле, и едет вся труппа. Чего ожидаете от гастролей? Ничего. Гастролей, ну, восторга, раз, да, это в первую очередь восторга, признание, признание, что в Одессе остались те же талантливые люди, что в Одессе талантливые спектакли, что в Одессе есть та же Украина, которая не стоит где-то в стороне, она находится... Пареоли. Да, и понимаете, что Одесса настолько потрясающий город, в нем живут настолько потрясающие люди, настолько потрясающие артисты. Дело в том, что мы не говорим сейчас о каких-то таких больших глобальных вещах, но есть такой композитор, как Жанна Лапейко, написавший ей Ромео Джулетто, Степан Разин, Пеппи Длинный Чулок. Ты удивительный человек, понимаете, или Одесская команда КВН, или все театры, оперные театры, с потрясающими артистами-вокалистами, театры опереты, с потрясающими артистами, русский театр, украинский театр, это же ого-го, вы понимаете, ни в одной стране, даже в небольших странах, нет столько театров, сколько есть в Одессе. Дай бог, и процветать. Одесса была культурная столица, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но я бы не хотела доказать в Киеве, что это так и есть. Да, это, в общем-то, основная задача нашей поездки в Киеве. Когда состоится, кстати, гастрольный тур? 14 ноября. Это основная наша задача, заявить на всю страну Украину, что Одесский русский театр, это театр будущего и настоящего, и что этот театр со счетов сбрасывать нельзя, и забытым он не имеет права быть, даже на уровне столицы Киев. Я думаю, что Георгий Анатольевич приложил столько усилий со всей своей командой, потому что Георгий Анатольевич еще привел своих очень талантливых помощников, которые очень нам помогли, что вот вся его энергия, потраченная на сегодняшний момент по восстановлению этого спектакля, так шандарахнет, извините, за такой слэн. А я вот добавлю, когда шандарахнет по одесскому зрителю, 15 октября состоится премьера. 15 октября, да, 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 я думаю, что это будет тоже очередной фурминг. Ну и напоследок, чего еще ожидать от вас, Георгий, какие новые постановки, новые пьесы, не только на 2М работаете? Нет, да, потому что это, ну, мой город, я тут родился, и, понимаете, все, что я могу сделать для этого города, естественно, да. Ну, естественно, у нас есть планы, я не буду их раскрывать сейчас. Ну, как чуть-чуть заглянули. Я могу сказать, я еще раз повторяю, что есть музыка Женя Лаквейко, фантастическая. И я очень рекомендую спектакль на сцене русского театра. Это Пеппи Длин и Чулок, который был создан специально для этого театра. Дело в том, что вот здесь на сегодняшний день, при всем, при том, что великолепные везде трупы театра, нет детского спектакля уровня американских бродвейских спектаклей. Вот, и сейчас при наших переговорах мы поговорили, что мы попытаемся сделать удивительный спектакль для детей, в котором дети будут танцевать и играть детей, взрослые будут играть взрослые. Ну, типа на, ну, как-то, как бродвейский мюзикл. Что из этого получится, не знаю. Ну, музыка сумасшедшая, музыка фантастическая, пьеса тоже сумасшедшая. Очень суть. Да, просто, да. И я думаю, что у нас получится что-то хорошее. Ну, и плюс еще тому, что есть театр оперы и балета, где я должен поставить спектакль. Сейчас на днях, на днях буквально через несколько месяцев, считаю, что на днях, потому что время очень быстро бежит, произойдет точно такое же возобновление «Ромео и Джульетта», которое уже идет 15 или 16 лет на сцене. Что ж, мы приглашаем и всех одесситов, и гостей города, приходите, смотрите. У нас в студии сегодня были Елена Шрамко, это директор Русского театра, и Георгий Ковтун, режиссер-постановщик. Мы говорили о 142-м театральном сезоне в Русском театре, о новинках и о хорошо забытом старом. Меня зовут Татьяна Блайда. Увидимся. Счастливо.